В преддверии Йон Кипура я бы хотел обратиться к каждому из вас о том, что нас вообще ожидает. Ожидает всегда лучше, потому что мы стремимся к лучшему. Но чтобы к лучшему прийти, всегда нужно что-то изменять. И я верю, что в преддверии Йон Кипура и на Йон Кипур мы должны меняться. Да-да-да-да-да, меняться. Похоже на эту стройку. В какой-то момент, 9 месяцев назад, у нас произошла катастрофа. Просела крыша, рухнули балки, треснули старое все, оно обвечало. И у нас был выбор, либо закрыть это место, либо верой двигаться дальше на реконструкцию. И понимаете, как сегодня важно, 9 месяцев спустя мы переделали то, что было ветхое, уже более надежное. И то, что прошло, стало прошлым, а теперь новый этап. Я верю, что и Йон Кипур позволит нас к этому рассуждению. Старое прошло, ветхое, разрушенное, не имеющее основания, либо не могло держать конструкцию, должно быть изменено на более надежное, на более сильное. Чтобы можно было нести последующие года или же поколения. Друзья, Йон Кипур – это пересмысл прошлого и надежда на будущее. Пускай в эти дни у вас не просто будут помыслы о покаянии, а наоборот, раскаяние с выводом, как делать и что делать лучше, стройте на новом основании. Стройте с Иешуа, стройте то, что Бог дает вам. И смотря в прошлое как бы напоминанием, говорите о том, что Бог сделает в будущем. И я верю, что даже это обращение поможет многим изменить свое мышление. Стройте. Бог хочет, чтобы мы изменялись. Стройте. 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 Стройте.